господа добрый день привет молдова мы с господином гели чем едем в очередную командировку и господин гелищ попросил прямой эфир я ему любезно его предоставил вам слово хорошо я вас попасть охвате они с вами просто говорили о выборах до события последний день до решили это все обсудить чтобы да наши избиратели слышали по поводу выбранной компании который сегодня уже началась даже полным ходом там уже все друг друга поливают грязью больше всего достается усатому он уже там обвинили его во всех смертных чем что хотите вы себе представляете только начало еще да это первые это только начало это еще два месяца впереди да да мне сегодня значит подошел вот накануне перед выездом ко мне подошел дедушка лет 168 лет он живет бритчанском районе так и вот он подошел ко мне сегодня я был на севере был в деревне и все говорят о выборах сейчас народ обсуждает вопрос за кого голосовать на выбранной кампании что меня разочаровалась я скажу вам так по честному я очень надеялся и надеюсь что люди поймут что такое такую сплоченность такое объединение которые молдаване продемонстрировали на парламенте на президентских выборах они повторят это же это же сплоченность и решимости на эти раз я был сегодня я очень глубоко разочарован потому что этот дедушка мне рассказал что происходит в районах что происходит все люди утверждают одни будут голосовать за усатого другие будут голосовать за доно 3 астасия четвертое мою санду и шима-депатника а я вас спрашиваю каким образом вы хотите вот моя санду я скажу что умница просто маленькая худенькая женщина показала стальной титановый характер и она выполнила то что она обещала она добилась досрочных выборов а теперь вот вам досрочные выборы и покажите уважаемый народ да покажите и продемонстрируйте теперь ваш ход и она выполнила то что она обещала угу я хочу репост сделать нет давайте потом нет нет вам на страницу хочу да 2 секунды все потом ваш ход все она сделала свой ход и вот слушая не только сегодня слушая вообще вчера и все эти дни ко мне даже подошли люди в Молдаване которые проживают в Румынии и мы обсуждали эту тему и все озабочены тем что наши избиратели выйдут на выборы и изберут такой же бардак который есть сегодня в парламенте это будет катастрофа народ это будет просто я не знаю как людям это объяснять я всех призываю общаться побольше общаться с теми кто не понимает многих вещей если мы сегодня хотим убрать с парламента всю корруппированную криминальную эту депутатскую группировку преступную то все избиратели должны четко понимать что нужно поменять все абсолютно это как ты идешь там баню мыться да ты же старые трусы не одеваешь нет конечно ты же разделся свежее белье пошло все так наверх у нас в Молдове наш избиратель 30 лет идет душ принимает душ одевает старые трусы и те же самые трусы одевает которые носил уже по 20 по 30 лет я не хочу сейчас говорить раньше времени но честно сказать меня это напрягает ситуация когда люди безграмотные они сегодня продолжают опять же в том же ну ритме с теми же мыслями в том же духе в том же духе понимаете идут голосовать вот они идут голосовать за я когда услышал еще не видел я официального заявления о том что владимир николаевич воронин партия коммунистов это вообще создают альянс блок социалистов социалистами честно говоря я думал что уже я ничего не буду удивляться в своей жизни но это меня просто ошарашило я даже не представляю себе что это такое возможно если воронин насколько я знаю такой человек чести честь на первом месте переступит через это главное главную черту настоящего мужика настоящего военного человека генерала как его считают и как он себя считает это просто взрыв для меня если они действительно я даже себе такое не представляю понимаете даже не могу себе представить что такое возможно тогда для меня и владимир николаевич и всяком партии социалисты все вместе мысленно я их закрою в гроб и похороню и больше вообще не хочу особенно о воронине я считал всегда что это был из пяти президентов мою санду не берем пока да что этого человека есть честь есть гордость есть действительно уважение к своей парке к своим коллегам но если они эту глупость допустят это даже комментировать невозможно понимаете без русского матра нормальным языком невозможно комментировать сегодня вот только начало предвыборной кампании и если наши избиратели выйдут и каждый будет за своего я не знаю любимого или нелюбимого или уважаемого кандидата голосовать люди просто раздробят общество говорят политики нет политики это профессиональные у них черта политик это значит нужно лгать политик это надо воровать политик это надо разделяем власть людей это основа разделяем власть но в данной ситуации если люди не поймут что президенту нужна сейчас команда вы знаете вы знаете с одной стороны чтобы проучить людей ну проучить понимаете как говорят да я бы хотел чтобы вот то же самое избрали пусть избирает то же самое сейчас происходит парламенте и моя санду бы руками потирала села бы себе там все а мне все а мне все равно я же вам создала условия но вы решили так как вы привыкли решать теперь смотри от балды значит что посеяли то и получите то и получили теперь с нее как как говорят от козла молоко ну да как с козла молоко все и вся ответственность всякие претензии к моей санду исчезает мгновенно вот у вас в парламенте есть вот пожалуйста там я не знаю шор это вообще уникальная партия вообще уникальная я смотрю на людей на нашу общую знакомую да мая петровна ну это вообще маленькая облигация где на честь совесть где-то принципиальность этих активных граждан нашей страны которые в социальных сетях везде выступали и вдруг за одну ночь поменяли цвет поменялись абсолютно и внешне и внутренне почему внешне потому что буквы сразу согнулись илан шор или стали раком ну да или раком можно так сказать и вдруг вот сейчас шор приедет спаситель нации вернет 14 миллиардов я когда слышу как что с людьми происходит я вам скажу я очень глубоко переживаю за наших людей я не понимаю или у нас общество больно вообще больные это правда это тоже есть это психологически больные люди человек заявил публично заявил официально что он 250 миллионов долларов по сути миллионы это четверть миллиарда дал взятку филату и он считает что он ни в чем не виноват то есть вы понимаете нужно посадить только того который взял а тот который приносил и давал задать вопрос ведь я его сколько раз приглашал он мне писал что слово чести я приду я ответил ваши вопросы у кого вы честь кто говорит о чести не вы понимаете но ты слова ты же перед бабушками кланяешься ты же там поклоны бьешь перед аркеевцами и все говоришь о людях что ты весь для людей ответь мне на очень простой вопрос откуда ты в эти правы деньги 250 миллионов долларов взятку ты дал родители помогли дал это более того он сумками показывал что он носил и дадону сумками неоднократно короче говоря я спрашиваю этого партии но я даже не хочу его называть политика это не политик для меня это авантюра где да где скажи пожалуйста ты брал эти деньги раз когда ты носил и давал взятки и написал заявление преступление которое ты совершил это это преступление ты давал это же не просто 250 лей вы понимаете это все насколько я понимаю до сих пор создать ему как и он сегодня еще начинает диктовать вот вы меня снимите арест я приду верну и мы мы то есть акционеры банка мы вернем те деньги государству который ущерб нанесли а с должниками мы разберемся сами понимаете понимаете это мошенники но высшей категории и люди да уже смотрите какой иван хороший человек вы послушайте какой он хороший человек я ничего не понимаю я иногда кажется что я живу в сумасшедшем доме нужно отсюда бежать и еще один момент хотел на 9 мая хотел я честно вам скажу хотел пойти номер мемориал я сам иду я никогда в толпе не хожу не потому что когда вижу приходят все политику делать на этом я никогда это из года в год все та же самая это если ты хочешь от души пришел один я даже к матери на кладбище никогда не хожу с толпой никогда я покажу женой только мы вдвоем и никого нет потому что считаю что делают с этого святого дня показуху политику да пропаганду лицемерие пропаганду рекламу и вот 9 мая я был на работе немножко поработал и посмотрел новости социалисты да то устроили шоу самое мерзкое существо в молдавской политике пришел с бабушкой зеной на мемориал да и вот я людей этих русскоговорящих не понимаю сразу обниматься фотографироваться с детьми какое расстояние ну на что уже все но для него нету пандемии для него пандемии и вот это массовка обнимающие целующие с детьми и что это и он вышел и сел на свой лебузин и уехал с охраной черпь серая масса рабочие крестьяне остались и каждый активно участвовал в этой политике вот здесь пишут какая-то сделала и еще дедушка идет исполняющий обязанности премьер-министр сзади за гречаной впереди гречанная охранник сопровождает подходит этим старичкам и так заботливо согнулись понимаете такое внимание такое честь и потом на год это все пропадает 3 минут там 3 секунды 5 секунд 20 секунд и пошли дальше по сценарию я хочу спросить людей вы хоть понимаете насколько вы оскорбляете тех кто еще живы и тех кто уже сегодня на господа бога вы попробуйте на дистанции связаться с их духом и спросите как они думают видя как мы лицемерим и лжом а как живут эти пенсионеры они вспоминают один год один раз каждый политик каждый политик пытается пропиариться вот мы пришли по лестнице к этому дедушку которому сто лет а вы посмотрите какая у этого дедушка пенсия вы посмотрите какие условия он живет посмотрите какая нищета это такое уважение властей и общества к ветеранам идите в Европу посмотрите как начиная какие у них пенсии побежден заканчивая скандинавскими странами какие как выглядят эти ветераны войны и какие у них пенсии и вот мы вот этот лозунг если нужно повторим откуда берутся эти безмозг я честно скажу меня сейчас очень настораживает общество Санкт-Петро Васильевич вы знаете что Усатый раздал ветеранам по 20 тысяч лет послушайте я хочу я не обращаю внимание я не хочу комментировать опять раздали все это называется политический популизм я хочу чтобы не раздавали подачки пенсионеров и ветеранов войны я хочу чтобы они достойно государством были оценены достойно государством выделена им пенсия чтобы они не ждали подачки там Усатый им даст раз в год вы понимаете это унижение это оскорбление пенсионер это человек который уже заканчивает свой жизненный путь на этой земле он вложил свой вклад он не должен на старости стоять спортянутой рукой и ждать от шора килограмм группы или от Усатого эти подачки это подачки понимаете они просто держат людей голодными в нищете для того чтобы потом пропиариться и принести и пенсионеры когда берут эти старички дрожащими руками эти подачки они плачут они плачут знаете от чего что их довели до такой нищеты и их сделали этот как в театре вот эти вот на сцене ой как сейчас 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 ну короче мы поняли о чем вы говорите массовкой это не массовка вот эти вот разные столы разные комнаты как это декорации декорации во что живых людей декорации понимаете политики сделали декоративными объектами неудушевленными и их используют для политической вот этой вот вот сейчас они на 9 мая такие активные так так это все мерзкое противное унизительно я помню свою маму которая мне все время рассказывала какие были страшные времена и я вот когда вижу как сегодня этих стариков унижают мы с вами ездили видели как живут да это тырма это же страшно просто страшно и эти люди сейчас будут выставлять себя на выборах они будут народными депутатами это они так утверждают они будут защищать народ они будут сейчас опять обещать этим старикам светлое будущее и наш избиратель наш избиратель опять пойдет и опять после душа после ванны оденет эти же трусы понимаете вот что я хотел сказать как раз у меня было настроение после всего этого пусть думают я добавлю один интересный факт посмотрите сегодня как извиваются бывшие демократы до чего они уже додумались создали там значит в парламенте развалилась эта фракция демократической партии хозяин уехал дал команду раздробиться про Молдову Пентру Молдова и сегодня уже Павел Филипп рассказал что они там будут какую-то программу создали возрождение республики Молдова которую они назвали иная Молдова не один друзья запомни если вы этого не сделаете вы должны сейчас большими буквами написать большими буквами у себя дома не один нынешний депутат не должен быть у власти не один все вычеркните все оденьте новое белье новое белье не одевайте старые порванные вот тогда у нас что-то будет надежде на светлое будущее закончим этот лайф словами Владимира Николаевича ой да Владимира Владимира Николаевича Воронина вот правильно Николаевич тоже Николаевич да как он сказал нахрен с пляжа так мы скажем всему старому парламенту за исключением нескольких порядочных людей которые там еще сохранились а все остальные 11 июля я призываю вас всех выйти и сказать нахрен с пляжа всего вам доброго спасибо за то что смотрите